Аномальная жара в Кирове бьет все рекорды переносить непривычную для мая 30-градусную жару многим кировчанам оказалось непросто, даже в тени. В эти дни температура воздуха намного выше нормы, а в некоторых помещениях не спасает ни вентиляторы, ни кондиционеры. Сегодня в областном гидромедцентре рассказали о том, почему в городе стоит июльская погода, а также рассказали, как долго она продержится. В областном гидромедцентре говорят о такой жаре. В этих числах мая действительно не было давно, начиная с 10 мая температурные рекорды бьются ежедневно. Средняя температура воздуха выше показателей прошлых лет примерно на 1 градус, а 11 мая стал самым жарким за последние 76 лет. Синоптики говорят, что причиной аномально жаркого мая стал сибирский антициклон, но мучиться от жары осталось недолго. С 14 мая в Киров придет похолодание, температура воздуха будет постепенно падать, а на смену аномальной жаре придут шквалистый ветер, грозы и сильный дождь. В одной части может быть дождь, в другой части не бывает дождя. Как вот иногда простой, как сказать, непросвещенный человек звонит и говорит, вы давали дождь, а дождя нет. А у нас здесь над метеостанцией льет, как из ведра. И это не шутка, что местами, временами над отдельными кустами, а действительно вот так и будет. В гидромедцентре добавили, что обильные дожди ожидаются в городе уже с 15 мая. Что касается заморозков, то их, скорее всего, уже не будет. Они возможны лишь на почве и только на следующей неделе. Май вообще обещает весьма дождливым. Прогнозов на лето кировские специалисты пока не дают.